Итак, главное событие сегодняшнего прекрасного вечера поединков. Грозная битва под номером 13. Кей-1 формула боя. Три раунда по три минуты. Это Пол Славинский против Забита Самедова. Пол Славинский Польша. Забит Самедов Азербайджан и Белоруссия. И сразу же по традиции Вадим представит Пол Славинский. Но что можно сказать о Поле Славинске? Если перечислять его титулы, то так можно говорить буквально до утра. И никакого поединка не хватит. Очень титулованный боец. В 2007 году Пол Славинский и Забит Самедов встречались. И тогда выиграл Пол Славинский. Но также в активе Пола Славинский есть победы над многими именитыми бойцами. В их числе Питер Грэм. Что еще можно добавить? Пол Славинский по происхождению поляк. Но его становление как бойца, как спортсмена произошло в Австралии. Ну и также ковал он свою славу два года в Голландии. Ну и посмотрим, во что вылится этот долгожданный реванш. Да, и Забит Самедов представляет клуб Чинук и Ахмат. Это два побратимых клуба. Чинук возглавляет Андрей Сергеевич Гридин. Супертренер. Ну и естественно также Володя Песецкий. Человек, который также огромное количество времени не ровала. Забит Самедов сейчас в левше. Сейчас Забиток здорово проникновением. Хорошо работает сериями. Великолепно отработал. Забит Самедов. Забит. Весит сейчас 97 килограммов. 183 сантиметра его рост. Правша. У него 91 бой в его послуженном списке. И 9 поражений всего лишь на всего, дорогие друзья. Представляете? И один ничейный результат. Маугли, его прозвище. Он еще дрался в центре города Москвы. Вместе, кстати, проводились с ним поединки. В одном вечере, в одном карте. И в тех самых известных Тузейнов. А вот здесь правоснезу, левый сбоку. И дополнение туда. И Забит Самедов добивает соперника. Очень красивый конкурент. Вот так реванш. Классные были попадания. На высоченной скорости выполнял эти действия Забит Самедов. Потрясающий Маугли. Но продолжается поединок. Да, но поднимает Хвост Лавинский. Но я думаю, что очень близок сейчас Забит на Кутиру и Пол. Очень заряжен, разъярен буквально Забит Самедов. Скорости, скорости другие. И высоченной скорости, как раз, странно Забитов. Очень высокие скорости. Хвост Лавинский этим не может похвастаться. Без шансов, как минимум. Поэтому сейчас я думаю, что очень рядом с поражением Пол. Но и с победой как раз Забит Самедов. Очень много выбрасывает ударов по корпусу. И снизу, и сбоку. Забит Самедов. Потрясающе. Супер, точно, здорово. И так, односторонне. Я думаю, что на этом... На этом все-таки нет. Два нокдауна в одном раунде. Хайкинг! Блестящие! Если будет третий, то я вам скажу, что это будет... Бой остановлен по правилам и нокдауна в одном раунде. Забит... Сколько энергии! Как за жертвы находятся. Охотятся за жертвы. Право здесь. Очень здорово сейчас через руку попал. Забит. Тяжелее на удар. Сейчас Пол Славинский перетерпел на ногах. Выдержал. Хочется сказать несколько слов о Забите Самедове, пока раунд закончен. Но раунд прошел, конечно, в одну калифту в пользу Забита Самедова. Тут и двух мнений быть не может. Трудное время Забит увлекается футболом. Он попал в клуб Ахматово. По очень простой и прямой причине. Рамзан Ахматушкалыров, глава республики Чечня и герой России, который просто по-хорошему человечески влюбился в этого достойного бойца и пригласил его уже в флотузе в азербайджанской семье. В возрасте 10 лет переехал в семью в Минск. И наборством начал заниматься с 9 лет. Сначала 6 месяцев занимался каратэ, затем перешел в тайский бокс. После этого получил несколько титулов в период 2004-2006 годов и перешел в Кей-1. Провел два боя, поправил ММА и держал две победы нокаутами, техническим нокаутом. Вот такой вот Забит Самедов. Сразу пробил в фронтке, который пришел в правой руке. Пропускает на встречу левую сбоку и на встречу левую сбоку сам! Ну все, ну все уже, нет? Смотрите, какой любопытный был момент. Он пропустил сам левую сбоку и тут же, тут же на встречу сам схватил уже этот удар Пол Славинский. То же самое по исполнению. Четвертый нокдаун. И сейчас Владимир Шачинев, главный сюжет соревнований, как раз отмечает этот момент, наглядясь рядом, что смотри, какое количество нокдаунов, но на самом деле это был не четвертый, это был третий по официальным позициям. А если будет четвертый по ходу боя, то бой будет остановлен. Поэтому уходит от бокового сейчас Забит Самедов и бьет, пытается пробить с вертушки. Да, Пол Славинский, конечно, боец до мозга костей и боевая машина, он какие бы удары не пропускал, он все равно поднимается и продолжает сопротивляться до последнего. Опять левый боковой, тяжеленный, пролетает и он точен. Конечно, у Забита скорость невероятная. Ну и несколько лоу-киков уже таких точных, мощных выбросил Забит Самедов. И это можно увидеть. Последствия этих ударов на ноге Пола Славинский. Забит в свое время дрался с лучшими нашими бойцами, представляющими нашу страну, Россию. Магомед Магомедов, профиллер и Аслан Магомедов, по-моему, также и еще множество других прекрасных бойцов имели противостояние против Забита. Но здесь, смотрите, либо прямой, либо правой снизу. И тут же Забит обращается к главе республики, герой Российского Новгорода Шкадырова. Потому что полноценно здесь есть прямая связь, знаете, как у тренера с бойцом и бойца с тренером. Вот здесь вот что-то подобное. На обратной связи находится Забит Самедов. Очень много работает руками, кстати, Забит. Но это его сейчас в последние годы излюбленное действие. Раньше он действительно отмечался работой ногами на дальней дистанции и колени в разных дистанциях. У него были прекрасные. Он прибавил в боксе очень сильно. И, конечно же, благодаря его прекрасным тренеру. Тренеру Думову, это Гридину и Песецкого. Кстати, лоу-кик пропускает. И тут же навстречу ищет. Посоченная скорость для этого веса у Забита Самедов. Представьте, правый снизу, левый сбоку, кресты так называемые. Кресты используют сейчас в ближней средней дистанции Забит Самедов. И все точно, все там, на пол, Флавинский стоит на ногах. Представьте, если сейчас будет четвертый нокдаун по ходу боя, то бой будет остановлен. Мы слышали отметку окончания раунда. И раз за разом пропускает удары снизу пол, Флавинский. Но вот, тем не менее, второй раунд темп тоже отстоял. Темп боку. Пол, Флавинский не готов защищать себя именно в этой дистанции. И он раскрыт, достаточно существенно раскрыт. И Забит Самедов пользуется очень грамотно. Я тебе промахами именно в обороне, которые существуют у Пола Флавинский. Но, конечно, воину до мозга костей, то, что я отметил с первого раунда, он будет, конечно, состязаться до последней возможности. Вы знаете, Максим поймал себя только что на мысли, на таком ощущении, чтобы этот бой вообще не заканчивался. Настолько он захватывающий. Потрясающе, знаете, сейчас что происходит. Три точных удара. Стороны забита Самедова. Левый хайкик уходит от этого левого хайкика. И отвечает, ну. И, знаете, тип. Правый фронт кик гол. Красиво в стиле Андресона Сильвы. И Буакао Парамука. Левый хайкик. Как хорошо опять работает руками. Забит Самедов. Комбинации они и те же, и они все идут точно в цель. Забит прочувствовал, конечно, давно уже. По ходу первого раунда слабые стороны Пола. Славинский, а я думаю, что его угловые. Опять таковое, как снизу. И тяжело двигается уже Пол Славинский. Правый кросс однозначно прилетел очень жестко. И болтанул Пола Славинский. Ремаш удается действительно. Вы знаете, отбивает. Вот эту правую ногу Забиту Самедова. Пол Славинский отбивает. Продолжает это делать. Целенаправленно нанося лоу-кики. Очень жесткие лоу-кики. Вы знаете, амплитудно бьет. Сейчас пытался обмануть и на левый хайкик перевести. Пол Славинский тут же отвечает. Забит. Комбинации с рук. Уже разбито лицо Пола. Славинский продолжает. Стоять. Друзья, хочется признать, что бой мы потрясающе видим. Полностью. Полностью соответствует своему предназначению. Невероятный поединок, который, казалось бы, мог закончиться в первом раунде. Однозначно в сторону Забита Самедовой. Пол Славинский доживает в том раунде. И смотрите, что он делает. Во втором раунде было попадание с его стороны. Опять же, нагналом в пользу Забита. И в третьем раунде здесь просто идет бескомпромиссная рубка с двух сторон. Потрясающе активные действия. Насколько принципиально для Забита Самедова закончить этот бой досрочно? Или же главная победа? Здесь можно гадать о той самой кофейне и глушне. Значит, да, здесь даже чуть-чуть заговариваюсь на эмоциях. И, конечно же, плюс еще, знаю, Забита Самедова уже более десяти лет. И, конечно, хочется, чтобы он одержал победу яркую. Безоковорочную. Вот та самая вертушка сейчас, но уже без скоростей ее забит. Самедова Бускул еще не проходит цель. И правый сбоку заканчивает забить. Смотрите, на волевых. Смотрите, даже с таким оскалом он это делает. И идет с ударами вперед. Потрясающе. Потрясающе заканчивается этот бой делик. Рост-Новинский терпеливый, чрезвычайно терпеливый парень. Сколько ударов сегодня принял. Попадание может любой боец упасть. Как говорится, тот самый лаки патч. Ну да, и не только лаки. И, может быть, и не совсем лаки. Ну для кого лаки, для кого анлаки. Да, в том числе. И это может быть выверенное действие. Поэтому, конечно, потрясающий бой. Я не могу не нарадоваться. Я думаю, что нашим уважаемым телезрителям понравилось то, что они увидели. В целом, весь турнир, как мне кажется, удался. Как ваше мнение в этом отношении? Я с вами полностью, Максим, согласен. Все бои прошли на одном дыхании. Все были интригующими и непредсказуемыми по исходу. Да, и сейчас мы будем слушать уже официальное судейское решение. По большому счету, мы все уже предвидим его. Знаем, чем это все закончится официально уже. Но это официальное церемония, мы должны это услышать. И услышать реакцию публики. Все трое судей, 30-24. Все трое судей, 30-24. Один образом, единогласскому решению в Сути, Победа Родиша. Олимпей, а у вас есть победа, у вас есть победа. Сами Маудвы. Сами Маудвы. Победа, Сами Маудвы. Победа, Сами Маудвы.